Это розец ткани, из которого сейчас будет шиться новая форма. И нам объяснили, что это не горючий материал. Сейчас я вот при вас буду его поджигать, чтобы, собственно говоря, то, что нам рассказывали, я уже пытался поджигать, у меня ничего не получилось. Вот при вас зажигаем. Гасит сразу. Сейчас распылю побольше. Не горит. Причем выгорает, выгорает походу, ткань сама не рушится. То есть она выгорает, краска выгорает, а ткань остается. Причем она даже не дает. Вот, показываю. Ткань выгорела. Сейчас мы ее распалим посильнее. Не горит. А подергай. Ну и запах не синтетический. Запаха вообще нет. Запах есть, но он не синтетический. Ну, по-моему, нас не обманули. Не, ну так мы будем теперь все образцы испытывать. Да, а с крыльчку вообще пудовше потремать за пульничку. Держу. Давайте еще раз с этой стороны. То есть ткань, вот. Это при том, что я ее держу, палью зажигалкой. Ткань остается. Она даже следов не оставляет. Какой-то гари. Вот нитки обгорают. Чисток фарба сгорела. А запахничку следует там для фарбы сгорела. А тут просто потремой. И кисть долгший час. Вот тут он. Вот эксперимент. Она вообще не горит. У нас простые горит. Писоек загорая фарба. Идеально для черных человечки просто брать черный окулер без фарбы. Ну, похоже, нас не обманули. Я надеюсь, в ближайшее время Министерство обороны обратит внимание на то, что такие образцы тканей существуют. Они действительно есть. Это не какая-то фикция. И что в ближайшее время мы добьемся от Министерства обороны, чтобы они шили из нормального материала нормальную качественную форму. Я вам это гарантирую. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!